Здравствуйте! На портале Экзогиатру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем первый стих 18 главы книги Бытия. Вы хорошо знаете эту главу, это очень известное повествование о том, как три путника являются праведному Аврааму в Дубраве Мамре. И первый стих 18 главы говорит «И явился ему Господь в Дубраве Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного». Сама по себе 18 глава является некое целое, и возникает вопрос. Там есть два эпизода, один эпизод или три эпизода, потому что если взглянуть целиком на главу, то вот этот первый стих может восприниматься как заглавие всей главы, затем следует этот знаменитый эпизод с тремя мужами, с тремя путниками. И завершается глава диалогом между Богом и Авраамом о будущей судьбе Содома. Авраам пытается вмешаться в участь этих жителей, заступиться за них и пытается склонить Бога к тому, чтобы Господь помиловал этих людей. Итак, перед нами единое целое, два разных эпизода или вообще три эпизода. Библия допускает всегда большое количество прочтений, потому что это как музыкальная симфония. В зависимости от того, как в вашем восприятии связываются те или иные элементы, она выстраивается в совершенно причудливую картину. И здесь мы можем увидеть интересную вещь. Первый стих, вероятно, говорит о том, что Бог посещает Авраама после того, как накануне, и этим заканчивается предыдущая глава, совершается обрезание, принимает обрезание Авраам, и все мужчины в его доме, в его окружении, в его слуге. И Господь на следующий день приходит для того, чтобы справиться, как ваше самочувствие, что происходит с Авраамом после того, как был заключен завет через обрезание. Но дальше есть другая деталь. В ебрейском тексте стоит слово «Адонайи». И здесь очень важно, как его прочитать, потому что слово «Адонайи» имеет несколько значений. Когда оно пишется с большой буквы, и мы подразумеваем, что речь идет о Боге, Творце Мира, то это одно значение. Но иногда это просто «господа». Иногда словом «Адонайи» называются ангелы, языческие идолы даже, всякое существо, которое обладает какой-то силой или властью. «Адонайи» поэтому «господин» в очень широком значении слова. Но если это «господь» с большой буквы, то это совершенно уникальный случай. Но текст предоставляет свободу толкователям. Когда речь идет об «Адонайи», речь идет о самом Господе или о каких-то «господах», то есть о важных людях. И если прочитать первые стихи этой главы таким образом, что явился Господь, Авраам возвел очи свои, взглянул, и в этот момент вдруг появляются три путника. И поэтому Господь вынужден прервать свое общение с Богом, повернуться, может быть, к нему спиной для того, чтобы оказать гостеприимство путникам. И вот здесь возникает очень интересный момент, чтобы мы всегда понимали, насколько важным является гостеприимство не только в древнем мире, но и в современном мире. Именно гостеприимство Авраама становится источником его спасения. Поэтому апостол Павел своим духовным чадом говорит «Любите гостеприимство, любите филоксинию, оказывайте гостеприимство чужим, и однажды вашу трапезу посетит Господь». И здесь может возникнуть такая дилемма. Авраам, с одной стороны, уже разговаривает с Богом, и вдруг его прерывают. И поэтому вот этот первый стих, если он относится к третьему эпизоду, то это действительно какая-то вставка, кто-то помешал этому разговору. Приходят вестники, которые приносят весть о том, что у Сары будет ребенок. Конечно, святые отцы для того, чтобы проиллюстрировать этим эпизодом истину троичности божества, используют этих трех путников как образы, прототипы, указания на троичность божества. Но если этот эпизод читать буквально просто как историю, потому что они тоже, святые отцы, читали повествование, тоже как буквальную историю в буквальном смысле, то вот получается такая интересная коллизия. Авраам уже общается с Богом, и вдруг появляются какие-то люди, которым нужно оказать гостеприимство. И вот здесь появляется эта вставка. Авраам исполняет этот священный долг гостеприимства для того, чтобы показать нам с вами, что гостеприимство в глазах Бога одна из важных добродетелей. И поэтому, если ты вдруг пренеберегаешь, ты вынужден отложить исполнение каких-то своих более священных обязанностей по отношению к Богу ради того, чтобы оказать любовь к ближнему, то ты тем самым Бога не оскорбляешь. Для того, чтобы понять, что любовь к ближнему и любовь к Богу — это единая заповедь, одно является условием другого. И поэтому в древнем иудаизме говорили, проявить гостеприимство гораздо важнее, чем встретить шухину, чем встретить присутствие Бога или Дух Божий. И поэтому, если Авраам действительно в этот момент оказывается перед выбором проложать общаться с Богом или оказать гостеприимство, он совершает свой выбор, но этот выбор оказывается совершенно правильным. Этим иудаизм и христианство принципиально отличаются от всех языческих религий, потому что действительно видеть в человеке не просто кого-то, кто имеет власть или обладает достоинством, чем-то может тебе помочь или наоборот тебе навредить, но видеть в человеке прежде всего образ Божий, то есть видеть сквозь лицо человека присутствие Бога и тем самым оказывать почтение Богу, оказывая гостеприимство, это отличительная особенность иудаизма и христианства. Потому что язычники поклоняются солнцу, звездам, силам природы, и в них видят богов. Они поклоняются власти и силе, и этим отличаются люди верующих в современном мире от людей неверующих, которые поклоняются прогрессу, деньгам, наживе, успеху и чему угодно. Но Авраам знал, что в центре вселенной находится Бог, и он находится вне природы, по ту сторону природы, и поэтому его невозможно увидеть ни в солнце, ни в луне, ни в звездах, это лишь творение его рук. Но некое сияние Бога можно увидеть в том образе, который он запечатлел в человеке. И поэтому человеческая личность является единственным материальным носителем того величия и той славы Божьей, которая пребывает на земле. И чем отличаются язычники от верующих людей? В псалмах очень часто псалмопевец возвращается к этой теме. Он говорит о том, что идолы божества язычников — это серебро и золото, дело рук человеческих, у них есть уста, они не говорят, у них есть глаза, но они не видят, у них есть уши, но они не слышат, у них есть ностри, но они не обоняют, руки они не осязают, ноги не ходят, они не издают даже голос и гортанью своею. Таковы эти языческие божества, которым поклоняются язычники. Но проблема в том, что человек, когда поклоняется таким стихиям, стихиям золота, серебра, власти, денег, очень быстро деградирует. Поэтому подобно им будут делающие их и все надеющиеся на них. И поэтому, если действительно мы можем увидеть в этой истории, как Авраам оказывает почитание Богу тем, что он почитает образ Божий в человеке, в тех трех путниках, которые его навещают и которые нуждаются в этом гостеприимстве, то мы видим, что он исполнил тем самым самую главную заповедь, которую потом мы увидим в Новом Завете, то, что Господь повторит для каждого из нас. И поэтому очень важно видеть вглубь, видеть не только какие-то внешние силы и то, что нас привлекает в этой жизни, влечет к себе, но в глубине видеть присутствие Бога и Его сияние, которые нас сделают людьми, которые позволят нам быть щедрыми, человечными, отзывчивыми, для того, чтобы в этом смысле быть похожими на нашего праотца вере Авраама. На портале Экзегиатру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!